Убийца служанок или остинский убийца с топором. Американский серийный убийца или группа убийц, державший в страхе жителей Остина, штат Техас, в 1884-1885 годах. Считается, что от его рук погибло по крайней мере 7 человек, главным образом девочки-служанки. Среди них в конце 1884 года Молли Смит подверглась нападению. Ее голова была изрублена топором, а ночная рубашка изорвана в клочья. Вместе с Молли нападению подвергся ее муж Уолтер Спенсер. Мужчина был ранен. 6 мая 1885 года. Убийца напал на служанку Элизу Шелли. 23 мая того же года на Ирэн Кросс. В августе на Рэбеку Рэмми и ее 11-летнюю дочь. Девочка погибла. Ошеломленная мать не смогла описать преступника. 26 сентября 1885 года нападению подверглись Грейси Вэнс, Оранж Вашингтон, Лусинда Бодди и Пэтси Гибсон. Вэнс и Вашингтон были смертельно ранены. В сочинник 1985 года убийца напал на Сью Хэнкок и ее мужа, и затем на супружескую пару Юлы и Джимми Филлипсов. В основном убийца нападал на спящих женщин прямо в кровати, насиловал их, а потом убивал топором. Нескольким жертвам убийца наносил удары в ухо или в лицо, чем-то вроде заточки. Подозреваемых по этому делу было много, но никого так и не признали виновным. За поимку преступника власти предлагали вознаграждение. Люди стали проявлять большую осторожность по ночам. Все таверны закрывались уже в полночь. 15 июля 2014 года в одной из телепрограмм, используя сочетание исторических исследований и современных методов, в том числе психологического и географического профилирования, удалось определить подозреваемого. Им оказался Натан Элджин, 19-летний афроамериканский повар. Натан работал в непосредственной близости от места преступления и имел косолапость. Такие же следы были оставлены убийцей. В феврале 1986 года, вскоре после последнего убийства, Натан был застрелен полицией, когда он пытался напасть на девушку с ножом. Преступления убийцы с топором представляли ранний пример серийного убийцы в Соединенных Штатах. Убийства были совершены за три года до того, как в Лондоне появился Джек Потрошитель. Некоторые люди пытались доказать, что убийца с топором и Джек Потрошитель – это один и тот же человек.